Здравствуйте, друзья! С приветом к вам из Кремниевой долины Калифорнии, Михаил Портнов. И сегодня мы поговорим об иммиграции, специфически о лотереи Green Card, в такой комбинации с идеей естественного отбора. Почему мы начали этот разговор про естественный отбор? Потому что за последние пару дней несколько человек мне уже написали, что вот, мол, вы, я, значит, распространяете информацию о лотерее Green Card, тем самым подвергая, так сказать, риску тех, кто уже о ней знает. То есть растет количество участников лотереи, соответственно, снижаются шансы на успех, и вот такая вредительская, можно сказать, деятельность у меня, мной производится. И сама мысль меня заинтересовала. Я, конечно, в основном апеллирую к тем, кто у нас на канале. То есть примерно половина наших зрителей – это подписчики. Вторая половина – это не подписчики. И многие люди нас смотрят регулярно, но не подписываются в силу разных причин и так далее. Дело не в этом. То есть у нас есть очень приличная по масштабам аудитория, к которой я, в общем-то, и апеллирую. Вот когда я говорю что-то, я обижу этих людей, вот это наш зритель. Но в данном случае что мы имеем? Вы можете вывесить информацию о Green Card лотерее, я не знаю, там на Кремлевской стене, и каждый день по Первому каналу передавать, значит, приглашение сыграть в эту самую лотерею. Это не безумно изменит расклад сил. Ну, я утрирую, конечно, про Кремлевскую стену и про Первый канал. Но тем не менее, смотрите, что происходит. Никто не отменял естественный отбор. Он как был тысячу лет назад, десять тысяч лет назад, полмиллиона лет назад. Он есть. И вот этот естественный отбор естественным образом, друзья, сужает количество участников Green Card лотерей. Значит, Первый уровень, Первый уровень, это люди, которые, ну, как бы им хорошо и так. Ну, или, допустим, может быть, им не то, чтобы именно хорошо, но они никогда не пойдут, что это мне тут не проехать, они никогда не пойдут на то, чтобы, значит, вот там с вражескими какими-то странами там вступать в такие сложные отношения. Да, перекрыли меня справа. Ладно, едем дальше, там проедем. Они смотрят Первый канал, они любят Крым наш, они любят вождя всех народов, так сказать, всех времен. Они знают, что у них хорошо. Вот есть люди, которые натурально как бы им хорошо, а есть такие, которым мозги промыли, их очень много, но это не важно. Это не важно почему, но они уже с той стороны. Есть люди, которые говорят, что где родился, там пригодился. Есть люди, которые говорят, кому мы там нужны. Понимаете, это громадная армия, всеподавляющая. Вот представьте себе там 140 миллионов населения Российской Федерации, из которых там 450 тысяч играло в прошлую лотерею. Ну, о чем мы говорим? И вот есть вот эти. Дальше мы видим других, которые говорят, я бы поехал, говорят они, но это надо что-то сделать, какую-то форму заполнять, чего-то такое знать надо, понимаете. А им говорят, да нет никакой лотереи, все это ерунда. Во-первых, вообще лотереи нет. Во-вторых, если даже она есть, то она и не лотерея никакая. Ну, хорошо. Дальше есть такие, которые так и не собрались, так и не заполнили. Вот я вспоминаю, в прошлом году были такие, что заполнили, а потом, когда через неделю нужно было заново заполнять, так они уже и не знали. Понимаете, идет естественный отбор. При заполнении форм. Какая там форма, чтоб, господи ты, боже мой, ну, понимаете, уже такая форма, как я не знаю что. И там в лесу родилась елочка спеть, там один куплет, понимаете. И вот они не могут. Они заполняют с ошибками. Я сейчас проверял, там где-то свыше сотни разных заявок, ну, люди просили там проверить. Я за них проверял. Колоссальный процент это были люди, которые, они не могли найти себя в системе, да. Это были люди, которые просто не заполнили заявку второй раз, а заполнили только один. Дальше были люди, которые, очень многие. Трагедии нет, но я просто рассказываю, что за народ. Они вместо фамилии пишут имя. Вместо имени фамилию. Местами меняют. Они не вписывают детей, хотя сказано, что вписывают детей, от первого, от десятого, от двадцатого брака. Они находят причины. Они со мной ехать не хотят. А я фотографию найти не могу. А я там еще чего-то. И вот он даже вроде бы и выиграл, а его на интервью, значит, откидывают и не пропускают. А есть такие, которые выиграли и прямо, знаете, так и не проверили заявку. Вот сейчас сентябрь месяц, с мая прошло, да, посмотрите, вот прошел весь май, июнь, июль, август. Вот уже середина сентября. Четыре с половиной месяца прошло. Все время возникают какие-то люди, говорят, вы знаете, я то, что заявку проверил, оказывается, я выиграл. Могу ли я воспользоваться вашим адресом? Я говорю, да чтоб я так жил, конечно, воспользуйтесь. О чем речь? Четыре с половиной месяца прошло, они только заявку проверили. И это неплохо. Я просто говорю о том, что, представьте себе, сколько народу никогда не проверили заявку. Это тоже есть, это тоже естественный такой отбор происходит. Дальше они идут на интервью, и вроде бы они там что-то получают. Не все. Но допустим, они что-то получают. Многие так никуда и не уехали. Я знаю людей, которые просто не поехали, уже в аэропорт пришли с чемоданом, потом развернулись и ушли. Вот я знаю такие истории. Мы знаем истории, когда человек приехал, и что-то ему не так. Вот и он тут побыл немножко тут, побыл немножко там. Значит, помучился, что-то у него не пошло. Может, у него какие-то иллюзии были в голове. И он взял и вернулся обратно. Поэтому те, которые мне говорят, что вот, мол, вы там завлекаете народ для участия в лотерее, они думают, что выиграй они в лотерее, так у них все было бы хорошо. Вот уж действительно. Вот уж действительно. Понимаете, какие-то бронетанковые войска, эмиграции, их ничего не берет, не прошибает их ничего, не простреливает. Так у вас, может, у вас там, не знаю, там 30% шанс, что вы обратно вернетесь. Помыкаетесь, помыкаетесь. Да? И вдруг поймете, что вы никому не нужны, что надо работать, что страна говорит на языке, который вам, может быть, еще не очень понятен. Сейчас-то вам лишь бы выиграть, правда? Так вот, к чему я рассказываю. Идет естественный отбор. А можно помогать, и нужно помогать людям. Но вопрос в чем? Если человеку можно помочь, да, некоторым усилием, там, сделать видео о том, как заполнять заявку, и он заполняет заявку, и он в состоянии ее заполнить, там, и так далее, с какой-то помощью, ну, конечно, человеку надо помочь, он хочет, он знает, зачем, и так далее. Чего же ему не помочь? Другое дело, что есть люди, которые посмотрят твое видео, и еще три посмотрят, и все равно сделают не так. И это вот как раз тот самый естественный отбор, он вступает в силу, и никто его не отменял. Так и будет, да? Ну, значит, у него не получится. Или у него не получится узнать, что есть такая лотерея, и понять, что он хотел бы сыграть. Или у него не получится просто заполнить форму. Или у него получится заполнить форму, но он не пройдет на интервью. Или он пройдет интервью, но в итоге никуда не уедет. Или он приедет и вернется обратно. Идут разные этапы естественного отбора. Вот, собственно, и все. Поэтому, что там говорить? Да, и вот так и будет. А многие, друзья, никуда не уехали. Они продолжают мучиться. Они мучаются. И по 10 лет, и по 15, и по 20. И уехать они не могут. Почему они не могут уехать? Потому что они здесь в дерьме. И они это понимают. Им не хочется быть в американском дерьме. Но что делать? А вернуться обратно они не могут. Потому что там еще больше дерьмо. И они это понимают. И когда они жалуются об американском дерьме, что вот им тут плохо, это не значит, что они готовы окунуться в то дерьмо. Потому что то дерьмо намного хуже, чем вот это. А пробиться не могут. Естественный отбор. Не могут учиться. Не могут работать. А не могут, скажем, отдаваться любимому делу полноценно. Не могут добросовестно работать, если дело не может быть не очень любимое. Понимаете, как сложно все. Вот. Так что, друзья, мы с вами все-таки движемся на работу. Мою. И поэтому мы сворачиваем в городе Лос-Алтес, друзья. В самом дорогом городе Соединенных Штатов. Если смотреть по стоимости домов, стандартных американских домов. Три спальни, два туалета. Вот мы сейчас по нему едем. Самый дорогой город Америки. Есть люди, которые живут в Лос-Алтес, и они говорят, эх, зря я приехал. Вот не получилось у меня того, чего я хотел. Так что, возвращаясь к эмиграции. Эмиграция, естественный отбор. Мы ничего здесь не изменим. Каждый из нас, в меру того, насколько он в состоянии и насколько ему хочется подставлять плечо другим людям, значит, он может участвовать в том, что там где-то подсказал, где-то информацией поделился там, еще что-то. Вот он может не участвовать никак, никто его не осудит. Они не то, чтобы там... Но не беспокойтесь, друзья. С вашим участием или без вашего участия идет великий процесс, который остановить нельзя. Он называется естественный отбор. Безусловно, сейчас выживать легче. Понимаете? И на помощь естественному отбору или, скажем так, может быть, наперекос, наперекор естественному отбору идет наука, идет медицина. Понимаете, раньше вот, допустим, люди косило их там эпидемиями и так далее, несмотря на большую рождаемость, там погибало сколько людей. Вот и в младенчестве и так далее. Сейчас, конечно, медицины, вакцины, антибиотики. Ой! Так, проскочили. Вот. Конечно, конечно, препятствуют естественному отбору. Я знаю тут дядьку одного, он работает в госпитале, хирург, гинеколог-хирург. Вытаскивают младенчиков там буквально с 23-24 недели беременности. Вытаскивают, они живут там. Правда, есть люди говорят, что это все имеет цену, потому что они, мол, вот, вот, если вот такие выживают, то это, мол, там они не вполне там здоровые, и это потом даст какое-то развитие там еще куда-то. Не знаю. Но, во всяком случае, раньше абсолютно выношенные дети, бывало, что во время родов, да, там всякие трагичные случаи были или с мамой, или там с ребенком, да, говорят, кого оставлять, ребенка или мать. Помните, вот, из литературы? Сейчас, конечно, естественный отбор другой. Но он продолжается. То же самое и с эмиграцией. Так что, уже не нужно прыгать с борта советского круизного лайнера, чтобы там доплыть до Австралии и попросить политического убежища. Понимаете, проще все стало. Все, друзья, я, в общем-то, хотел вот просто на эту тему. Если вы просто будете держать в голове вот эту нехитрую мыслишку о том, что естественный отбор идет, и как бы мы не пытались ему помочь или воспрепятствовать, он все равно шел и будет идти. Вот. Вот я буду, я буду считать свою задачу выполненной. и постарайтесь, постарайтесь слегка помочь естественному отбору в отношении себя, да, как бы увеличив свои шансы тем, что вы лучше изучили информацию, вы находитесь в постоянном таком процессе обновления поступающей информации в контексте, да, вот я говорю, находиться в контексте, и тут мне один, значит, господин написал, что вот, мол, он был вынужден отписаться от нашего канала, потому что слишком часто видео выходит, и у него там где-то лента, но он не умеет ей управлять, он не может так сделать, чтобы там, скажем, не поступали сообщения, ну, бывает такие пользователи, вот он, ну, как бы, естественный отбор, да, не мог, не мог настроить, и он был вынужден отписаться, потому что как-то слишком часто у нас видео выходит, и так далее, и это и есть естественный отбор, потому что он, он отсек какой-то там источник информации, может и ничего, а может ему где-то это во что-то встанет, но это не важно, естественный отбор, если вы хотите быть на светлой стороне этого естественного отбора, в том смысле, в каком это касается иммиграции, ну, так уже подпишитесь, уже подпишитесь, можете не смотреть все подряд, ну, посматривайте заголовки, и когда что-то важное будет, значит, вы среагируете, если вам нужно, друзья, если вам нужно, я вам расскажу напоследок анекдот такой, насчет посматривания заголовков, советское время еще давно было, но я помню очень хорошо, как вчера, идут, идут два мужика там по улице, газетный ларек, и один останавливается, берет там за 4 копейки газету, там, не знаю, пусть будет правда, так, смотрит на нее и выкидывает в ворну, и второй ему говорит, слушай, а чего же ты покупал газету, если не читаешь, тот говорит, как не читаю, я читаю, я просто не все подряд читаю, смотрите, какая машинка справа сейчас будет, я специально притормаживаю для вас, друзья, вот, я, говорит, читаю, но только не все подряд, он говорит, а что же ты читаешь, он говорит, я читаю некрологи, просто некрологи, остальное меня не интересует, тот говорит, ну, погожди, некрологи-то на последней странице, говорит он, тот, кто мне нужен, будет на первой, понимаете, на первой, он не сказал себе, я сэкономлю 4 копейки, он сказал себе, я потрачу 4 копейки, но я посмотрю, потому что, может быть, это случилось именно сегодня, то, чего он ждал, вот так же и с вами, друзья, вам что важней, там, в, быть успешным в лотерее, в эмиграции и так далее, или вам что-то совсем другое важно, вот, так что, я на этом месте с вами прощаюсь, я надеюсь, что этот вам понравился, я не сомневаюсь в том, что вы уже подписаны, если вы до этого места досмотрели, я уже не сомневаюсь, что либо вы подписаны на наш канал, либо немедленно это сделаете, потому что это в ваших интересах, вот, я, мне за это денег никто не платит, ни Госдеп, ни ФСБ, никто, вот, я зарабатываю совсем другими, как бы сказать, путями, и неплохо зарабатываю, грех жаловаться, так, идем, 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 ищем себе парковочку, вот тут мы, друзья, неплохо зарабатываем, и не грех нам жаловаться, именно, вот, в этом самом здании, окей, да, друзья, если вы досмотрели, до этого места, то вам бонус, вы, если вы никогда не видели индейца, вот, пожалуйста, я сегодня за, за индейца, вот, пожалуйста, это, это, это бонус, для тех, кто досмотрел, счастливо!